Миш Шевцов, который здесь пишет, мне тоже написал. Добрый день, дядя Слава. Услышал тут странную точку зрения про Чубайса. Типа, когда вас вытащили из проруби, вы же не ругаетесь, что вам вырвали пару волос. И так далее. Чубайс, в общем-то, всех спас. Это явно зашквар серебряного дождя. И спрашивает Миша в шутку, от чего нас спас Чубайс. Ну, прежде всего Россию спас Чубайс от благосостояния. То есть, Россия благодаря Чубайсу обнищала. Было уничтожено огромное количество предприятий. Вы сами знаете, насколько пагубна приватизация отразилась. То есть, было уничтожено практически все. Экономика была уничтожена. Полностью была уничтожена экономика. Ну, и также спас Россию от демократии. То есть, Россия шла явно по демократическому пути. Чубайсы и такие, как он, либералы и демократы вмешались и все. И Россия зашла в тупик. Почему они вмешались? Потому, что они, в принципе, считали, что народ российский не может тяготеть к демократии. То есть, к власти народа. А на самом деле, они не могли просто упустить выгоду и дать возможность народу распорядиться своей судьбой. И все. Так что, Чубайс, это именно рицательное, безусловно. Вот мне понравилось, написано относительно Чубайса, были разработаны три варианта приватизации. Я помню, какие-то, но даже не стал читать, потому что мне сразу в голову пришло, что три варианта приватизации выглядели так. Первый вариант – спиздить часть. Второй вариант – спиздить большую часть. И третий вариант – спиздить все. Я так понимаю, что два варианта были отмели сразу, да, и пошли по третьему пути, чтобы все украсть. И когда говорят, что Чубайс – спаситель, ну, России враги не нужны, если такие у России спасители и друзья. Там рассказывают о том, что он ничего не поимел. Ну, как он ничего не поимел? Он до хера чего поимел. Если сейчас начнут ковырять, я думаю, много чего выковырят. Он миллиарды. Вместе с своими дружками таким, я уже упоминал, Аркашу Евстафьеву, дружок Чубайса, тоже миллиардер. Валек Завадников, никогда не просыхающий, алкоголик, не знаю, жив, сейчас нет, тоже миллиардер. То есть, кому принадлежал порт Находка? Он принадлежал народу России, он принадлежал России. Вдруг какой-то алкаш вали Завадников, только исходя из того, что друг Чубайса стал счастливым обладателем порта Находка. Ну, и так далее. Поэтому не надо. Я предлагаю Скрипецкому написать картину, а может быть здесь еще есть вот такие же мастера ваять и сделать скульптуру, которую назвать Чубайс – спаситель. Но я не буду ничего подсказывать, люди сами имеют невероятно острый такой художественный ум и вкус, поэтому прошу, сделайте. Чубайс – спаситель, это очень важно, а то вокруг этого Чубайса начались такие гонки. Там вот Захарушка Прилепин рассказал, что несгибаемый там верит он в успех Чубайса. Шендерович опять же. Кудрин там рассказывает про то, как Чубайс из Гаубицы в Петербурге стреляет. Ну, там, наверное, не все в порядке, у них, наверное, сильно друг друга не любят. Вот. И действительно, Чубайс приехал в Питер, стрелял там из Гаубицы. Всем про это рассказали, какой он особенный артиллерист. Караулов утверждает, что Чубайс – конечный алкоголик, такой же был и Гайдар. Вы знаете, я сам человек не пьющий. Да, но я нормально отношусь к алкашам. Ну, посмотрите, алкоголиком был Черчилль. Что, он украл пол России или развалил пол России, как Чубайс с Гайдаром? Нет. А алкоголиком был человек, ну, во-первых, Черчилль, конечно, я перед ним снимаю шляпу. Это великий человек, великий военный лидер. А был еще великий военный лидер, которого звали Мустафа Кемаль, Ататюрк. Он был вообще конченый алкаш. Он умер от алкоголизма. Ну, и что? Ну, вот сравните вот это, которое сейчас там, лучше бы он пил. Поэтому это не показатель. Это не показатель. Масса людей, я знал, которые бухают, да, и работу свою делают очень хорошо. Я никогда этого не приветствовал. И во всех организациях, где я работал, я искоренял пьянство. Ну, потому что сам не пил, а, соответственно, все это сразу же рушилось. Но я никогда, в общем-то, не думал, что вот это в прямой зависимости. То есть, Ельцин алкоголик, а поэтому он все развалил. Да не поэтому он развалил. Потому что он Ельцин, блядь. Он пальцы собственные проебал. Вы говорите про Россию. О чем речь? И не в общем не из-за алкоголизма.